Следующий вопрос, который не принято обсуждать, в принципе, да, но это есть повсеместно, зависимости. На фоне большого физического напряжения и перенапряжения, недовосстановления, соответственно, страдает и психика, страдает и психология, и куда-то себя нужно девать от этого спорта, возникают зависимости. Хорошо, если это какие-то виртуальные игры, хорошо, если это какие-то казино и так далее. Но чаще всего, к сожалению, может быть, для многих это будет открытием, это наркотики. Это какие-то вредные привычки, это курение, это какие-то легкие наркотики, которые порой перерастают в нечто более страшное. Вот, и вот то, чем я занимаюсь, да, последнее время, ну, масштабами я лично поражен. Вот, как вы на это смотрите, как с этим можно вообще как-то бороться, что ли, или откуда растут ноги? Значит, ну, во-первых, нужно понимать, что несколько вещей, связанных с зависимостями и с этим нашим поведением. Значит, во-первых, мозг все время ищет для себя легкой доли. Значит, любой спортсмен совершает противоестественные действия, он принуждает себя к труду, к работе, к тренировкам, когда в этом нету никакой объективной надобности. Ну, то есть, вот, она, может, какая-то есть, он умом понимает, но мозг, он нам достался от эволюционных предков, он в гробу видел эти наши установки, там, и так далее, и так далее. И это, конечно, по сути дела, такая постоянная война с собственным мозгом, который говорит, я не угомонитесь, хватит это все производить, и так далее. Вот, и дальше получается, что нужно осуществлять постоянный контроль за собственным, потому что он, собственно, мозгом-то, он хочет отлынить, он хочет не пойти, он хочет снизить нагрузку. Вы подходите к штанге и думаете, может, сегодня чуть-чуть поменьше, кто там у вас говорит, это, говорит, мозг, который не хочет всего этого. И это вот постоянно, это борьба, и таким образом вынуждаете постоянно перенапрягаться вот эти отделы, которые контрольные, да, контролируют, которые наши поведения, которые нас всего-то удерживают, и так далее. Вот, и получается, что вот весь потенциал контроля за собственным поведением, он сосредоточен в области спорта. А он у нас не бесконечный. Вот, и что такое все эти искушения? Там тоже нужен контроль. Если вы играете в казино, нужно иметь контроль вовремя остановиться. Если вы выпиваете, нужно иметь контроль вовремя остановиться. То есть вы это связываете с тем, что, скажем так, лимит контроля исчерпан в спорте? Здесь нужно, да, четко отдавать себе отчет в том, что мы не можем свой мозг во всех смыслах дисциплинировать. Понимаете, вот дисциплинировать по питанию, например, вам должно быть хорошо, понятно. Дисциплинировать по питанию сложно. Ну, то есть, вот ему показали еду, и сложно дисциплинировать, да? А потом еще в зал идти. Сложно. А потом надо еще где-нибудь, еще куда-нибудь пойти и тоже себя дисциплинировать. Но это уже вообще загранили. Ну вот. И у нас вот эта способность, мы можем какую-то сферу избрать, и там мы себя как-то убеждаем, что этим мы будем заниматься и контролировать. Как только их получается больше, чем эмоции свои контролировать, например, всюду, сложно. Вот. И у кого-то работы нужно контролировать эмоции свои. К ним приходят, устраивают скандалы, он должен терпеть. Ну вот. Потом он в спортзал уже не пойдет. И наест много. Ну вот. Поэтому нужно понимать, первое, это уязвимость. Она связана с тем, что слишком много ресурсов контроля, брошенных на занятия, на спорт, на диеты и так далее. Их не достает для каких-то таких вещей. Это только одна вещь. Второе. Значит, вообще все аддикции – это способ получить какое-то расслабление, успокоение, кайф какой-то получить. Значит, вот я вам расскажу на примере алкоголизма. Значит, вот в свое время у нас… Я застал еще советскую психиатрию. Вот. Было понятие бытового пьянства. То есть бытовое пьянство – это вот люди достаточно регулярно, значит, вот, квасят. Вот. Но у них не развивается алкоголизм там третьей-четвертой степени. Вот. У них вот он там на каком-то таком уровне сносным. Ну, отвратительным, но сносным. Вот. И люди могли с бытовым пьянством десятки лет существовать. Потом мы попали в 90-е годы, и бытовое пьянство за 2-3 года превращало людей в алкоголиков. Значит, это удивительно было. Но ничего на самом деле в этом удивительного нет. Потому что механика следующая. Значит, человек использует алкоголь в качестве анксиолитика, противотревожного средства. Выпил, и полегче стало. Не просто пью, потому что, чтобы не выпить. А вот пью, и потому что надо расслабиться. Нужно, вот как-то я должен. Вот. И мозг запоминает, что есть способ справиться с дискомфортом. У него формируется условная положительная связь, что если я выпью, мне станет хорошо. И если он пребывает в состоянии постоянного стресса, он уже знает, куда бежать. Где-то что-то пошло не так. Что делаем? Мажем. И дальше это становится как лекарство. Но алкоголь, он действительно снижает уровень тревоги, снижает напряжение, потому что он является ядом и все тормозит. Какой-то короткий срок. Все-таки он больше депрессант, чем антидепрессант в своем более пролонгированном действии. Он яд. Надо просто отдавать себе отчет, что он просто яд. Можно, если вы ядом польете фикус у себя в квартире, то он сдохнет. И вот так и с алкоголем тоже. В нем ничего не будет. Ни тревоги, ничего на свете. Поэтому, да, но здесь важно понимать, что в случае, если вы используете алкоголь в качестве анксиолитика, в качестве противотревожного средства, в качестве вот такого способа расслабиться, вы ставитесь в свое мозг положение, что он заболеет алкоголизмом. А алкоголизм – это болезнь. Это не какая-то... Люди же не понимают, что такое алкоголизм. Алкоголизм состоит в том, что у нас в норме в организме вырабатывается алкоголь. Он входит в цикл обмена. Поэтому у нас в организме есть специальный филемент, называется алкоголь-дагидрогеназа, который занимается расщеплением нашего собственного естественного алкоголя. Значит, в случае, когда мы начинаем потреблять больше алкоголя, то есть мы его поднимаем извне, то мы должны натренировать свой организм, чтобы он вырабатывал большее количество алкоголя-дагидрогеназа. И мы запускаем процесс, когда организм просто вынужденно сам вырабатывает у себя этот фермент. И мы начинаем вынужденно пить яд, чтобы нейтрализовать свой собственный фермент. Понимаете, какой идет? И это реальная болезнь. Мы сбили настройки организма, и он хочет пить, хотя это яд. Поэтому, да, но если мы используем в качестве противострессового такого, то быстрее формируется это все дело. Значит, дальше наркотики. Раньше существовала установка такая общественная, человеческая, что наркотики – это зло. Оно было безусловным. Неважно, что является наркотиком, все зло. Но мы с вами живем в дивном мире, в котором говорится, что есть наркотики – не зло, есть чуть-чуть зло, есть такое зловременное, но потом не зло и так далее. И это побуждает, снижает степень нашей внутренней тревоги перед наркотическими средствами. Мы не понимаем, что наркотические средства – это же нет такой группы химических веществ. Наркотические средства – это перечень химических веществ, которые вызывают у человека зависимость. Вот если вам говорят, что это наркотик, и в нем стоит наркотик, он вызывает зависимость. Вот если можно слово «наркотик» перевести – «зависимость». Да. Вот это перевод прям. Потому что есть разные химические группы наркотиков. Есть какие-то стимуляторы, психостимуляторы, есть глюциногены и так далее. Это разные химические группы. Что является наркотиком? Наркотиком является вещество, внесенное в реестр наркотических веществ. Реестр наркотических веществ вызывают зависимость. Но потерялся страх. Потому что стали говорить, что есть наркотики, которые не в этой зависимости. Это оксюморон. Это значит сказать, что наркотик – не наркотик. Но тогда не наркотик, мы о чем разговариваем, делаем все, что хотите. Если вы отдаете себе тот отчет в том, что это все-таки наркотик, вы понимаете лично, вы знаете, что это вызывает зависимость. И дальше вы всякий раз делаете ставку. Ставка – цена жизни вашей. Ее качество, отношения с другими людьми, достаток и так далее. Хочешь рискнуть – рискни. Это я в «Красной таблетке» в этой книжке описываю историю парня. Я много застал, просто наркомании такой тяжелой, конца 90-х. И там парень был совсем молодой. Он там через недвенадцати лет, потому что раньше употреблял героин. И вот он, помню, мне говорит, что у всех зависимость. И мне товарищ говорит, давай мажемся. Ну, вот они, значит, там мажемся, он говорит, я, говорит, сделал себе все нормально. Ну, там, все, был эффект. Потом в раз думаю, нету зависимости никакой ничего. Второй раз думаю, опять нету никакой зависимости. Третий раз сделал, вообще никакой зависимости. Потом я понял, что это и есть зависимость. И вот это то, что нужно для себя понимать. Что если что-то называется наркотиком, вы всегда сходите в зону риска и делаете ставку. Ставку в жизнь. Может быть, повезет. Но, скорее всего, не очень. Но ставку вы сделали. И это не вопрос силы воли, там, и так далее. Нет у нас никакой силы воли. Вот. У нас есть мозг. И если в мозгу сформируются соответствующие нейронные связи, что вы с этим будете делать? Разорвете их? Так не работает. Очень интересно. Более чем. Я, честно говоря, думал, что мы пойдем по пути, вот как с этим бороться, да? Как, как... А все оказалось гораздо проще. Бороться сложно. Важно всегда. Это, понимаете, вот спортсменам, это, мне кажется, не надо объяснять. Вот. На соревнованиях надо выходить тренированным. Дело в том, что... И в жизнь надо выходить тренированным. Спортсмены, я вам объясню, дело в том, что они, может, даже осознают, что это зависимость. Они не осознают, насколько это может повлиять на качество жизни. Ведь они делают все правильно. Они едят правильную еду. Они выглядят здоровыми. Они сильны. И так далее, и так далее. Просто есть определенные вещички, которые помогают им вот... Расслабиться. Да, расслабиться. Прямой путь к катастрофе. Угу. Спасибо огромное. Как конец у нас какой-то невеселый. Нет, более чем. Более чем. Конец как раз-таки многообещающий и дает почву для размышления. Поэтому спасибо вам огромное. Да? Рад был. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова